Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы продолжаем рисовать с вами эскизы в рамках нашего челленджа. И я выбрала прекрасное платье, которое мы будем заливать принтом. Что-то получится в стиле Дольче Габбана. Вот такой принт мы уже с вами сделали. Есть видео, как это происходило. И, соответственно, я открыла шаблон с техническим рисунком. Сейчас я его откорректирую. Мне не нужны будут ручки, потому что у меня будет платье без рукавов. Блокирую слой, создаю новый. Выбираю черный цвет контура, толщину контура, соответственно, единичку и непунтирную линию. Выбираю инструмент перо и сделаю приближение торсовой зоны, потому что мы начнем рисовать с корсета. Итак, перышко. Я буду рисовать одну сторону. Мне удобнее рисовать правую. Вы можете рисовать, например, левую, если для вас это более актуально и более понятно. Начну я рисовать с чашечки. И форму чашечки вы, конечно же, определяете индивидуально. Это уже ваш дизайн, который вы хотите заложить в данное изделие. Итак, сейчас мы вот так сделаем. Чашечка у меня должна закончиться здесь. Соответственно, сейчас мы выберем. Уберем вот эту точку. Нажать, поддержать. Здесь есть перышко минус. Это у нас уберет. Правой кнопочкой мыши соединить. 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 Вот здесь у меня получилась не совсем правильная линия. Мы ее корректируем. И смотрим, насколько форма у нас соответствует тому, что мы хотим. Так, сейчас я немножечко здесь подправлю. Эту точку можно удалить. Корректирую форму и местоположение точки. Эту тоже можно чуть-чуть подправить. Хорошо. Так, теперь рисуем центральную часть. До линии подкроем. У меня будет поясочек. Соответственно, линия талии здесь есть. И вот это все восстанавливаем. Вот здесь, смотрите, у меня получилось тоже неправильное направляющее. Мы ее корректируем. И вот здесь по низу, конечно же, тоже делаем коррекцию. Так, теперь по линии чашечки наверх. Это корсет. У него максимальное прилегание. Он даже может немножко утягивать. Поэтому здесь делаем все четко. Так. И Хотела, чтобы вот эта линия... Вот главное, чтобы она только у нас не слилась. Чтобы это было две отдельные линии. Вот так. Сейчас мы их просто поправим. Потому что если привести, то оно сольется. Вот такая интересная форма членения по чашечке. Мы можем это все вместе залить белым цветом. Так. И теперь сделаем зеркальное отражение. От линии центра. Раскручиваем. Не забываем нажать Shift, Alt. Потом отпустить кнопочку мыши. И отпустить уже основу. Так. Эти надо слить. Окно. Обработка контуров. Вытаскиваем панельку, чтобы она не была. Сливаем. Так. Здесь у нас все с вами соединилось. Теперь мы будем рисовать очень красивую юбку. С крупными складками. Рисовать буду половинку. Так. Так. И уходим сюда. И вот так тоже. К центру. Вот так. Такая вот интересная у нас получается линия. Сейчас мы к ней подведем остальные. Так. Еще одну. Тоже изгибаем. Здесь сейчас придется немножко поправить. Так. Для того, чтобы лучше видеть, лучше убрать заливку. Инструмент опорная точка позволяет самостоятельно регулировать все вот эти кусочки. Так. И вот здесь можно тоже через опорную точку. Вот так его развести. Отлично. Так. Теперь следующий. Оба надо вот сюда продлить. Сейчас продлю. И тоже сейчас сделаем выгиб. Так. Вот эту часть. Вот сюда. Хорошо. И вот здесь сейчас поправим линию. Не эту. Вот так. Отличнее. И последний слой. Так. Объем. Выгиб. Сюда. Там еще сейчас надо будет нарисовать маленькие объектики. Мы сейчас с вами все поправим. Вот такая штучка у нас красивая получилась. Так. Это у нас с вами сзади. Вот здесь у нас должны быть с вами отдельные объекты. Вот такие маленькие для того, чтобы складка правильно формировала форму. Так. И вот так. Отлично. Так. Теперь нам нужно еще добавить тени. Тени тоже очень важны. Я создам новый слой, чтобы у меня сейчас не цеплялось то, что есть. И вот так. Вот эти части. Сделаю тенями. Они будут полупрозрачные. Они там будут находиться и давать этот объем. Они тоже очень важны и очень нужны. Так. 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 И вот так. Вот такие у нас получились тени. Сейчас я их всех выберу. Уберу у них цвет контура. Дам цвет заливки. И нам нужно сделать непрозрачность. Теперь можно немножко поправить контуры. Так. Для того, чтобы увидеть лучше все, что у нас получилось, сейчас я сделаю белую заливку. В слоях разблокирую основную юбочку. Каждую складочку выбираю. И у каждой складочки зальем цвет. Белый. Вот эту не выбрали еще. Вот эту не выбрали еще. Вытащим вперед. Вот так. Вот. Смотрите. Такие великолепные складочки. Теперь мы все это вместе выбираем. Все-все вместе. А вот сюда надо еще сейчас тенюшки мы с вами расставим. Угу. Это тоже будут тени. Так. Все вместе выбираем. И делаем зеркальное отражение от центра. Оп. Отлично получилось. Здесь соединяем. И центральную часть тоже соединяем. Вот она вышла у нас на передний план. Так. Здесь у нас потерялись вот эти вот детальки. Сейчас мы их вытащим. Вот они, чтобы были хорошо видны. Вот такое у нас получилось платьице. Можно вот эту линию растащить немножко. И вот эту тоже. Растаскиваю очень просто. Беру инструмент Direct Selection. Белая стрелочка. Выделяю. И вот растаскиваю. То есть если я понимаю, что эту точку нужно как-то поменять. Или вот что-то мне, например, не нравится. Я тогда корректирую. Вот такая штучка получилась. И теперь к этому платью Давайте. Сейчас мы его сгруппируем. Мы сделаем две красивые заливки, которые у нас уже есть готовые. Выбираю две заливки. Ctrl-C Ctrl-V Они автоматически перетащились вот сюда. Все, их можно убрать. Одно платье. Начинаю делать заливку с одного платья. Это будет намного проще. Так, оно у меня сгруппировано. Двойной клик. Выход в режим изоляции. Инструмент Волшебная палочка. Выбираю все, что белого цвета. У меня здесь настройка толерантности 32. Мне нужна настройка толерантности 1. Все, что белого цвета, у меня теперь выберется. И применяю мои цветы. Они получаются слишком крупные. Я выбираю трансформировать узоры и делаю... Давайте посмотрим на 50. Нет, это все равно на 10. Вот, наверное, 15. Да. 15 или можно попробовать 20. Сейчас посмотрю. Вот, 20 даже мне больше нравится. Вот, вариант 1. Сейчас вот здесь сделаем бежевый под внутренний слой. Вот. И вариант 2. Сейчас все то же самое. Мы поменяем и сделаем заливку, но уже другим цветом. Все вместе выбираем. И вот такая прекрасная темная заливка. вот здесь только надо теперь можно вытащить цвет, можно глазометрически подобрать. Вот так. Вот. Получилось интересное такое весеннее платье с авторским принтом. Ну, почему-то оно мне чем-то напоминает стиль дольчика бана. Можно еще на него добавить поясочек. Берем наш с вами эскиз. Я, кстати, все заблокировала. И вот сюда добавляем поясочек черненький. к черному поясочку добавляем бантик. Он, кстати, у меня не черный получается, но мы сейчас это поправим. Получается темно-зеленый цвет, который у меня остался в предыдущем рисунке. и очень острые линии тоже некрасиво. Сейчас мы это поправим. Так, все вместе выбираем. Острые линии, это я вот эти уголочки имею в виду. Их можно вот здесь естественно убрать. Так, все это вместе сгруппировать и сделать черным цветом. Вот, смотрите, теперь мы этот же бантик можем разместить и на других наших платьишках. По-моему, очень мило. Вот такое у нас авторское весеннее платье на корсете с интересными складками и еще плюс ко всему авторским принтом. Как делать данный авторский принт я показывала в другом видео. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, мне пишите. Если есть какие-то замечания, пожелания и так далее, тоже пишите мне в комментариях, я обязательно их прочитаю и учту. На этом на сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.